Дилижан От туберкулеза И сейчас здесь несколько санаториев Самый известный Санаторий Армении Возвышается наверху Над городом Смотрите какие краски осени Каких только нету здесь Погода солнечная Поэтому Кадры получаются красивые Свернули мы С основной дороги Которая ведет на Сиван направо И вот по верху проходит Видимо железнодорожная дорога Он из горы выходит И в гору заходит Вчера разговаривали с местным парнем Он очень хвалил наши УАЗики Нам так приятно было это слышать Потому что мы родили Стонародины УАЗиков В Ульяновске Говорят а по другому Тут у нас в Армении ни на чем ездить нельзя Особенно по недоступным районам УАЗик очень сильно выручает Качель Яндекс ведет по этой дороге А там завод минеральной воды Дилижан Кстати надо взять попробовать А нужно вот по этой дороге 600 метров вверх еще Мы прибудем К монастырю Джухтак К храму Пойдем пешком Потому что дорога такая отвратная А вот в такой В таком красивом месте Находится Завод минеральных вод Представляете какая тут полезная Экологическая вода Это не где-то там Из крана делают И этикетку вешают Тут явно места красивые Чистые Полезные Одно с вами по прекрасным горным лесам Дилижана прогуливаемся Смотрите Какая красотища Дубы, колдуны Стой, бери Вот мы и подошли К одному из двух храмов в лесу Который располагается В двух шагах От Дилижана Ехать к ним Ну не считая подъема Всего лишь Десять минут Это вот Джухтак Монастырь был построен В 12-13 веках Здесь при нем есть небольшое Средневековое кладбище Да До этого мы были только Вот реставрированы В монастырях А этот уже Старый заброшен До которого еще Руки не дошли Даже по дороге видно Что Добраться сюда На машине довольно таки тяжело Джухланг состоит из двух частей Монастырь двойняшки Вот поэтому и название такое Джухланг Внутреннее убранство Башня разрушена Поэтому здесь вот Такой огромный проем К небу Наверное очень красиво Когда солнце сюда Своими лучами попадает Ну и стандартный Для всех монастырей Армении Вот алтарь И два захода Для моления А это Место куда Свечки кладут Обычно Это песок и вода Чтобы сразу же Затушить Ну и вот По периметру Разнообразные кресты И Хачкары Размещены Пойдем Теперь во вторую часть Во второй Абсолютная тишина Абсолютная тишина Только вот Птицы Голоса мои И вот детки И движение Шуршание по листьям Такое Место силы Энергетики Где можно прийти И просто Отдохнуть Туристы До сюда Доезжают Только одиночные Как мы Охотники За ящерицами А дайте за мной Дайте дойдем Вот в этот Древний храм У него даже на крыше Вон Трава растет Сколько Историй Вот за этими стенами Старинными Здесь и Нашествие Татар и Монгол И разрушение Ограбление Тамерланом И Персидское Шахство Которое Которое Все это Относилось Входим Здесь тоже По хачкарам То есть Здесь захоронение Известных людей Богатых людей Своего времени Монахов Этих монастырей Лес так Обступил Стены Монастырских Церквей Что Отойдя буквально На 10 шагов Их уже не видно Только Приглядевшись Сквозь стволы И листья деревни Можно Увидеть Монастырь А вот и фонтанчик Правда Вода из него Чуть капает В 1983 году Здесь поставили Беседка Для отдыха Мангал Кстати По Армению Много таких мест Где Просто Можно приехать И отдохнуть Люди сделали Сразу же И для себя И для остальных Грёдок Конечно Восхитительный Леса уходят Все выше Выше В горы Под ногами Хрустят Желуди Вот эти Красивые Дубы И прочие Представители Растительного мира Кавказа Вот этим Осенним Разноцветием Радует Благо Ну вот Двигаемся Вниз К любой С вот такими Красотами Растительности Разноцветных Горных склонах Белый конь Мерлина Пасется На горных Пастбищах Дилижана Ну а пусть будет Мерлина А мы уже Спустились А это Международная Всемирно известная Школа Дилижана Здесь Учатся Молодые люди Более чем Из 50 стран мира Цель данной школы Когда ее открывал Российский Предприниматель Варданян Было Чтобы Здесь Именно По своим знаниям По своим перспективам Молодые люди Обучались У самых Опытных И знающих Грамотных Преподавателей Со всего мира Ну по факту Как сейчас По отзывам местных Здесь Люди богатых Дети богатых Людей Вот эта вот Образовательная часть Смотрите Даже На крышах Газон Зона отдыха А дальше Кампусы В которых Проживают Ребята Интересно В таких условиях Конечно же В таком Горном Месте Обучаться Желтые От осенних Листьев Улочки Листва Уже Наверное Через Месяц Опадет Сейчас Самое Красивое Время Рекомендуем Вам Как и мы Дилижант Приезжать С ночевой Да и так Просто Посмотреть Как раз На стыке Сентября И октября Когда Максимально Много Красок Здесь Вчера вечером Когда гуляли Рядом С озером Обещали детям Зайти В это Красивое Кафе Сейчас На обед Туда Зайдем Это Книжное Кафе Как дети Говорят Попробуем Чем Нас Накормят Хочется Каких Супчиков Сколько Маленьких Рыбок И больших Тоже А почему Нельзя Можно Рыбачить Просто Мы с тобой Без удочки Нельзя Да Ну Их Можно Подкармливать Наверное Сейчас Возьмем Частичку Лавашка И здесь Им покидаем Все подходы К книжному Кафе Конечно же Раскрашены Картинками Книг Вчера Мы Видим Да Вчера Ника Целый шкафчик Шкафчик В котором В котором Хранятся Разные книги Вон и даже Владимир Симонов Русская книжка Есть Берешь Читаешь А сюда Свою Какую-нибудь Кафе Номер Два Очень уютная Обстановка Что Пицца С ветчиной С сыром Я пробовала Болгоград Такая вкусняшка Пицца С ветчиной С сыром Блины Можно Красиво Как здесь Идея Открытия Кафе Номер Два Состояла В создании В Дилижане Особой площадки Для взаимодействия Местной молодежи Студентов Колледжа Который я сейчас снимал Другие учреждения Для проведения Разного рода мероприятий И поддержки Инициатив Здесь работают Как раз Дилижанские Тинейджеры Сказали себе Облепиховый чай Суп Из фасоли И Две карбонары А деткам Принесли Вот такие Домашние Лимонады В баночках Никея Курсиновый А Коля Лимонный Так что Наслаждаемся Сегодня в обед Витаминами Этим Принесли Пасту Здесь Она около 200 рублей Стоит А мы Удяли Чечевичный Суп И Грибной Суп Где-то В районе 100 рублей Кажется Едем Вдоль Неглубокой Горной Речушки Въехали В поселок Гош Сюда Мы Приехали Чтобы Посмотреть Еще одну Величественную Достопримечательность Армении Монастырь Который Входит Топ-10 Монастырей Обязательных Посещений Монастырь Гошаван И вот Выехали Из-за склона Горы И впереди Уже виднеется Башня Монастыря Монастырь Популярный Поэтому Здесь Постоянно Ездят Туристические Автобусы В том числе Большие Пространство Перед монастырем Гошаванг Гошаванг Очень оживленное Тут Прямо Рынок Гостиница Кафе А вот Дорога И Буквально Пять шагов И уже В самом Монастыре Питеры сувениров Побежали Смотреть Что они могут Здесь За Тысячу Драм Купить Своим Названием Гошаванг Обязан Великому Армянскому Просветителю Махитару Гошу Памятник Которому Украшает Вход Монастырь Монастырь Очень хорошо Сохранился С древних времен Несмотря На набеги Рабов Татаро-Монгол Поэтому Вот здесь Кстати Справа Или слева Какой считается Самый красивый Ханчкар В Армении Китар Гош Обладал Для своего времени Удивительным умом Он Был И поэтом И Слагателем Легенды Базин Многие из которых До сегодняшнего дня Является украшением Литературы Армении Также Он был Одним из первых Правоведов Именно Первый судебник Кодекс законов Армении Был создан этим человеком Какие красивые здания Здесь вот Колокольня Наверху Она Настроилась позже А на первом этаже Книгохранилище Еще со времен Гоши здесь находится Кстати Еще чем известен Гоши Он был Одним из первых Людей В Армении Которые Начали защищать Право женщин В те времена Женщина Которую бросил муж Возвращалась Свой дом Ни с чем А Махитар Гоши Начал Менять Эту систему Как И все В Дилижане И в окрестностях Рядом с ним Данный комплекс Храмов Располагается В очень красивом Природном месте Смотрите Какие здесь леса Окружают Красота Этих мест Наводит Тоже на желание Заняться Каким-то искусством Писать Рассказы Стихи Сочинять Музыку Одной из Природных Достопримечательностей Ивляется Вот это Огромное дерево Говорят Что Этот орех Был посажен Хитаром Гошем Более чем 700 лет назад Очень живописные места Еще деревня Такая Старенькая Дома Небогатые Рядом На этом фоне У нас Ярослава Выделяется Ну вот Мой зералов Поймал Еще одного Дракона Не надо Целовать Мы там Видели Вот прямо Вот там Большая Очень ящерица Огромная Ужас Ну вы не стали Ее ловить Вдруг бы Она покусалась Я так и думал Что вас нужно Здесь искать Пишу А вас нет Вы любите Такие развалины Смотри Какая она маленькая Вечер в горах Наступает рано Так как Солнце заходит За горы И приходят Сначала сумерки А потом Ранняя ночь В 6 часов По местному Уже Довольно таки темно А вот деревушка Гош Которая так Уютно Расположилась В долине Между холмами И горами Дилижанского Заповедника Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова